Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты, что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысин. Инфопресс Колоссальное количество камер, использованных на выборах президента, планировалось использовать и на благо общества в дальнейшем. Однако, как оказалось, потребности в них особо никто не испытывает. Как пишет газета Вести Вятка, вебки намеревались установить при проведении единого государственного экзамена в аудиториях. Однако, в департаменте образования подумывают, нужны ли они там вообще, потому как многие школьники и так находятся в стрессовом состоянии перед экзаменами, а наличие камеры может эти страхи усилить. По крайней мере, в этом вопросе хватку можно ослабить. Школьники не кандидаты в президенты, их шалости можно распознать и без камер. Инфопресс Ну а в городской мэрии решили сообразить на троих. В конкурсную комиссию по выбору нового главы администрации поступили заявки начальника теруправления по Первомайскому району Михаила Долгополова и нынешнего исполняющего обязанности главы администрации Дмитрия Дранова, кандидатуру которого выдвинул губернатор Никита Белых. И как пишет газета «Авецкий наблюдатель», в самый последний день срока свое заявление подал председатель Кировской областной организации общественного объединения Всероссийский электропрофсоюз Александр Шишанов. В 90-х годах Александр Иванович был депутатом областной думы Первого созыва и уверен, что его опыта вполне хватит для работы на этой должности. Думается, такие технические конкуренты Дранова говорят о том, что исполняющим обязанности он в свое время стал не зря. Инфопресс Как гласит известный рекламный слоган, иногда лучше молчать, чем говорить. С проблемой такого выбора столкнулся Кировский Роспотребнадзор. Как пишет газета «Бизнес новости», комиссия ведомства сейчас в раздумьях по поводу того, как преподнести ситуацию в перинатальном центре общественности. Причина якобы в том, что замеры вновь показывают превышение ПДК стирола в здании. И на этот раз источник, видимо, уже не пол. По одной из версий, это внутренняя отделка помещений центра, по другой — внешние стены. А ежели так, то здание просто-напросто нельзя эксплуатировать. Так и останется, видимо, перинатальный в Кирове памятником опережения графикостроительства, но никак не повышение рождаемости. Инфопресс Некоторые цитаты не требуют разжевывания, а всего лишь осмысления. Депутат Госдумы Игорь Егошин недавно увидел в коммерсанте рейтинг избираемости губернаторов. И в своем твиттере заметил, что из первых семи — шесть республик и всего одна область. Кто бы сомневался. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс